Добрый день, друзья! Сегодня пойдет речь про моего фаната, который вырос в богатой семье, который очень любит украинцев, который очень любит админов, который очень любит своих сакланов и который считается самым честным армянином в мире линейдж. Степан Атабикян. Сегодня мы поговорим про этого человека. Я не хотел записать данный ролик, но человек хочет моего внимания, человек хочет моего хайпа, хочет откусить кусочек моей аудитории. Сегодня мы дадим ему откусить кусочек, но точно не аудитории. Ну что ж, друзья, начинаем. Присаживайтесь поудобнее. Сегодня будем доказывать, показывать и вербально уничтожать людей, которые не могут следить за своим языком, которые переходят на личности, на оскорбления, которые позволяют своим зрителям и модераторам оскорблять моих родных, жену, дочку и так далее. Окей. Поедем. Проехали. Насчет украинцев и матерей я не шутил. Можете послушать вот этот данный видеоматериал. Ты чё, попутал что-то, блядь? И пучи укроп, блядь? Ты чё, попутал что-то? Я не Женя, вон, на Майдане люди умирают, а он будет стримить. Витёк, мой украинский братик, который живёт в Москве, просто продал родину и уехал в Москву. Ну или вот это данный материал. Кастой УД, ублюдок! Шлюха! Я твой, блядь, рот шатал! Кастой УД, клоун! Нажми на кнопку, считав чарки! Я твой, рот, ебал! Почему ты заходишь на чара? Син-шелехи! Я твой, рот, ебал! Ты не знаешь, как играть оверлольдом, ублюдок! Ответь мне, мразь! Мразь вонючая! Если ты не знаешь играть на овере, зачем ты захочешь меня позорить? Мразь! Кастой, клоун! Клоун, кастой! Я твою, блядь, нет, я тебя прям до твоей же родины приеду, тебя, басу. Пошли, короче. Пошли, этот, эта, мразь вонючая. Ты мразь вонючая! Ты посмотри на эту мразь редкостную! Ты посмотри на эту мразь! Тебаффе! Задышенька, сыны шлюх! Задышенька, я баде! Задышенька, клинз, дай ему! Задышенька, сыны шлюх! Задышенька, шины шлюх! Есть переводчик, что он базарит. Вот эти дахуй, если, блядь, не понимаю, долбоеба кусок. Говорит, перевод. Твоя мать будет переводить у меня на стрельбу, что я базарю, блядь, клоун. Окей. Человек, который угрожает моим зрителям. Вот, пожалуйста. Тантист, ты тоже стукач. Ты живешь в Москве, я могу позвонить людям, тебе в лицо приедут скалочить и стукач. Есть русские, есть чеченец, есть армяне. Мы сегодня поговорим про данную персону. Этот человек, почему я говорю, что он мой фанат? Потому что буквально 2 или 3 года назад сообщения на моем стриме начали вылазить такого характера от моих зрителей, что есть один стример, который копирует все твои фишки. Даже есть такая песня. Степан копирует все фишки Жени, но не имеет его достижений. О том, что человек копировал, даже мне в личку писал, какой у тебя микрофон, какой у тебя стол, какое у тебя кресло. Покупал все точно такое же, как у меня, даже цвета такого же. Мне было, ну, я думаю, приятно. Пусть что хочет, то и делает. Потом начал копировать мои командования, как я командую. Начал копировать мои фразы. Начал название роликов делать в моем стиле. Все через черточку. Линейдж, вон, ПТС, там, черточка кинка в жало. То есть, ну, вы понимаете, даже по сей день, там, я начал писать капсом, посты. И он, ну, короче, человек думал, если человек успешен, то нужно его копировать, и ты тоже станешь успешен. Окей. У него человек считает себя самым честным. Постоянно выступает в роли жертвы, чтобы его зрители жалели. Но я считаю, и сегодня буду вам доказывать, то, что у этого человека нет настоящей аудитории, нет его зрителей. Есть только отцовские деньги, потому что этот человек вырос из богатой семьи. У него есть отец, который купил ему квартиру, который купил ему там две или три машины. Одну он разбил, купил новую. Отец, который ему одевает, обувает и так далее, кормит. И за отцовские деньги он разыгрывает постоянно розыгрыши. Розыгрыши тоже я еще придумал в Телеграме, и он начал это все повторять еще несколько лет назад. Окей. И вот эти вот 50-100 живых его зрителей настоящих, которые не накручены. А по поводу накрутки мы сегодня с вами поговорим. Они, это амебы такие, которым неинтересен этот человек как личность, которые бегают, сами не хотят там где-то работать, возможно, да. И сидят, просто целыми днями участвуют в розыгрыше, пытаются урвать деньги его отца. И это факт. В последнее время этот человек начал много позволять, много гадостей, оскорблений в мою сторону роликов, моего внимания, куча постов каких-то и так далее. Если ты хочешь все по хайпу, я тебе его подарю. Я тебе дам этот хайп. Хотя многие из моих близких говорили, Женя, не надо его рекламировать, он и так мертвый. Но я дам рекламу, я не жадный. Окей. Началось из-за чего вообще вся ситуация? Был какой-то конфликт у Мастера со Степаном, да. В это время я сидел в стриме. И мои зрители, меня забанили тогда канал или что-то в таком духе. И мои зрители мне говорят, Женя, Степан на своем стриме говорит, так вон и надо. Короче, злорадствует то, что меня заблокировали, да. Там 10 каналов, а его не блокируют и все в этом духе. И на стримах это рассказывал. Женю вон блокируют из-за того, что он акдился на инову, записывал на них разоблачения, ролики снимал про их компанию, нас не блокируют, других стримеров, все в этом духе. Я сделал пост, вот этот пост, где написал то, что Степан, объясните зритель Степану то, что он не прав. Вот и все там коротко, да. Человек подумал, что я якобы в крысу, хочу заблокировать этим постом, вызываю какой-то интерес у иновы и хочу заблокировать его канал. Как будто иного глупая не может сама найти Степана, супер популярного стримера, да. Окей. После этого он записывает кучу на меня роликов. В каждом ролике он делает розыгрыш и в этом розыгрыше призыв зайти вону и доказать ему, что он не прав, а я такой хороший прав, защитить меня. И действительно бежало там человек, не знаю, 10-15 каких-то людей на стрим, в телеграм, где начали доказывать правоту. Несколько, конечно, вышло неадекватных людей, которые начали оскорблять родственников, жену, ребенка. Окей. Без опросов. Что происходит дальше? Он записывает кучу роликов, постов, хочет от меня кого-то внимания. Направляет всех своих зрителей, заходите, доказывайте. Окей, люди там доказывают, показывают. Я это все игнорирую, там забанили человек пять, которые оскорбляли, на родных писали. Потом, что я вижу ключевое, что мне особо не понравилось. Человек, который заходил ко мне на стрим, писал гадости на моих родственников. Потом мне кидает скрин, потому что это модератор у Степана. Я думаю, окей, если человек такое поощряет и дает таким людям модерки, ну, земля, скажем так, в иллюминаторе. Едем дальше. На всех роликах про меня этот человек делает розыгрыш специально, чтобы не было заметно его накрутки. Чтобы люди действительно писали какие-то комментарии, ну, розыгрыш на деньги, да, чтобы залечь с, как бы, своих вот этих вот намеков. Дальше. Теперь мы поговорим по поводу вот этой вот блокировки, что я якобы в Телеграме хотел его заблокировать. Этим постом с сыном, да, хотя просто написал, ну, зайдите, зайдите, расскажите Степану, что он не прав, потому что он действительно был не прав. И он не понимает, что такое авторское право, вообще из-за чего иного блокируют. Думает просто из-за разоблачения. Окей, тогда по такой логике железной, да, фармянина Степана, те стримеры, которых я публикую каждый день, Fox, Massie, Invisible и все, кто там рейд, все, кто стримит в моем плане, я их тоже хочу в крысу заблокировать. Правильно, Степан? В своих же сокланов. Лучше просто. Едем дальше по нашему списку. В своих недавних роликах Степан говорит то, что, в отличие от отца Вона, человек любит сам припытать родственников, мой отец не хочет, чтобы я играл в эти игры. А Вона отец там, что-то там, та-та-там, та-та-там. Конечно, потому что он не хочет, чтобы я играл в эти игры. Этот долбоеб это не понимает. Мой отец это не его отец, чтобы ему все, что хотеть и хочет, делает. Я тебе скажу, Степан, в чем наше с тобой отличие. То, что тебе отец дает все в этой жизни, да? Ты вырос в богатой семье, и он тебя спонсирует, одевает, обувает, покупает тебе все. Оплачивает там перелеты, покупки. У меня же происходит наоборот. Я вырос в бедной семье и всего привык добиваться сам. И наоборот, вот ситуация последняя, которая случилась с отцом, я оплатил там больницу, да, хоть деньги небольшие 60 тысяч рублей, там купил телефон и так далее. То есть я наоборот стараюсь помогать своим родственникам. Ты же наоборот высасываешь деньги родственников и за счет денег родных пытаешься стать популярным. Окей. Дальше. Про нацию. Ты назвал человека, ты говоришь то, что там нельзя там агриться на нацию, ты такой честный, ты называешь людей укропами, ты говоришь мне то, что я должен идти воевать на Майдан, убивать людей вместо того, чтобы сидеть и играть в Л-2. Вот этот ролик. Я здесь, Женя, вот на Майдане люди убирают, а он будет стремить. Про ты говоришь своему Саклан, который, своему зрителю, которого ты позвал, позвал Тим Спик, чтобы он тебе помог, ты говоришь, что ты приедешь на его же родину, насышь ему в рот, что ты говоришь, что он продал свою родину. То есть, у тебя слишком много каких-то национальных таких оскорблений, какого-то гнева, и в свою же очередь ты пытаешься всем зрителям, которые, своим же зрителям, которые не согласны своим мнением, которые хоть как-то, хоть одно слово напишут, что-то не так, ты готов звонить им на телефоны. Есть доказательства, есть факты. Пытаться им угрожать. Моему зрителю ты начал угрожать, из-за того, что он разоблачил тебя в накрутке. Мы сейчас покажем это видео обязательно. Мы показали ролик с накруткой. Я покажу ролик с накруткой, он начал после этого угрожать. Тебя в Москве найдут, мои братья, армяне, еще кто-то. Но ты вообще в своем уме? Тебе деньги отца замылили голову. Я не знаю, тебе, ну, Степан, ты расчехляйся там. Так нельзя себя вести. Угрожение всем. Он готов звонить на телефоны, угрожать и так далее всем людям, которые не согласны с его мнением. То есть, чуть ли не там какой-то личной расправой угрожать и так далее, что приедут, там порешают за меня. Да кто ты такой вообще? Кому твои деньги нужны? Кому твои связи нужны? Человек с 50 зрителями, накрученный, не моей аудиторией. Сейчас я это докажу и покажу всем. Как тебе не стыдно вообще таким, ну, такое вот делать? И потом ты задвигаешь кому-то за какую-то честную, за честного армянина, за адекватного армянина. Фу, блин, позорище нафиг. Проедемся по площадке Трова. Человек сказал, никогда не будет регистрироваться на той площадке, где скажет, вон, да? Поэтому я сказал на Трова и через один день зарегистрировался. Сначала я расскажу, как я думаю. Я стримил на Трова 10 дней. Самый популярный стример Полинэйш 2 стримил на Трова 10 дней с популярным телеграм-каналом, ютуб-каналом 80 тысяч подписчиков, телеграм 25 тысяч подписчиков. Все живые, ни одного накрученного человека нет. И у меня за 10 дней набралось 1600 подписчиков. 1600 на Трова. С учетом того, что я всех просил подписываться. У человека, он создал Трова, и за 2 часа у него 2000 подписчиков. То есть на 400 больше, чем у меня. За 2 часа. Только вдумайтесь в эту цифру. Окей. Думаю, ну блин, ну супер. Ну отец прям где-то в Армении просто плакаты там повесил. Все подписываются на этот Трова. Не, ни хера. Запускает стрим. За минуту стрима 400 зрителей. Я думаю, я сижу по 6, по 7 часов раскручиваю. Думаю, ни хрена себе популярный человек. Просто сумасшедший. А когда ты заходишь к нему в те, кто смотрит стрим, там все гости. То есть люди подписываются сумасшедшие. У меня все смотрят те, кто подписаны. Основная аудитория. А у него вся основная аудитория это гости. Вот, пожалуйста, доказательства. Вот, пожалуйста, вот. То есть человек, я понимаю логику человека, он накручивал еще с ютуба, да, уже там два или три года он крутит зрителей, крутит лайки и так далее. И естественно, если переходить на новую платформу, он ждал, искал какие-то накрутки и когда он нашел накрутку, которая на вот этой траве работает, да, накрутил себе за один день больше подписчиков, чем у меня, больше зрителей. Я дерусь на эпики, меня смотрят там 500 человек, он стоит в городе возле телепорта и рассказывает что-то, его смотрят там 600 человек, да. Да, ну типа Степан, если бы ты, если бы у тебя хотя бы было 15 IQ и ты понимал как работает накрутка, никто так жестко, даже те люди, которые накручивают, никто так жестко не палится. Если у тебя условно сидит 50 зрителей, накрутит ты еще 30, да, и у тебя будет 80, и это не будет так палевно. Посмотри, какое количество зрителей у меня, какое количество подписчиков у меня, сделай там в 2-3 раза меньше себе накрутит. Но как так можно палиться, самый популярный стример, и ты просто за 1 час обгоняешь меня по подпискам, по зрителям, за 1 минуту 500 зрителей у тебя сидит. Ну тебе самому не стыдно так. Ты говоришь про честность своим зрителям и сам обманываешь, что эти 50-100 человек, которые у тебя действительно любят тебя за твои деньги, вот эти вот отцовские, и ты их обманываешь. Ты просишь своих зрителей заходить, постоянно что-то мне писать. Если я попрошу сейчас своих зрителей написать тебе про честность, почему ты врешь и обманываешь свою аудиторию, вот эти 50 человек, ты будешь красный сидеть на своих стримах, просто краснючее дерьмо будет сидеть. Едем дальше. Про Трова мы доказали и показали, что здесь есть накрутка. Дальше про Телеграм. Телеграм-канал Степана. На 90% состоит из женщин. Вы думаете, что он очень красивый плейбой? То, что из-за того, что он нежно над, его смотрят только лишь девушки? Нет, потому что накрутки, накрученные зрители, это чаще всего фейк-аккаунты женщин. И теперь мы сравним два поста в Телеграме, рекламных поста, которые купил скрайт у нас. И у меня, и у Степана купил. У Степана в два раза меньше подписчиков в Телеграме, чем у меня. Логическая цепочка, что его должны смотреть, просмотры на рекламной записи должно быть в два раза меньше, чем у меня. Вот, пожалуйста, вам скрин. Я думаю, вы увидите соотношение и понимаете теперь то, что 90% людей в Телеграме тоже накручены. Для чего это делает человек, для чего он крутит Трово, для чего он крутит Ютуб, для чего он крутит даже Телеграм-канал? Я вам объясню почему. Потому что не для того, чтобы ему платили там админы большие деньги, да? У него есть деньги, у него у отца есть деньги. Для того, чтобы богатые люди в этой жизни, им нужно самоутвердиться, им нужно, чтобы их все уважали. Например, какой-то друг, условно, там, будут они вместе есть, жарить шашлык, да, со своим другом с Украины или еще откуда-то. И тот человек увидит, что у него на канале там тысяча подписчиков, там, или 50 зрителей смотрит, да? И он его засмеет, не будет его уважать. И вон то, чтобы его уважали везде. Ему важно человеческое уважение. И он готов ради этого обманывать людей, накручивать и так далее. Лишь бы все его ценили, уважали и считали его суперкрутым челом. Дальше. Это его дело, парни. Я лишь один совет тебе даю, Степан. Тот человек, который тебе ставит эти все накрутки, пожалуйста. Я тебя прошу, ну не по листе так. Поставь ты, смотри, 50 человек, добавь ты 30-50 зрителей себе. Окей. Твои зрители, ты сможешь их обманывать, и они будут вестись. А так даже твои зрители не ведутся на это, ты их обманываешь. Они что-то пишут недовольство. Ты их либо блокируешь, либо просто угрожаешь им по телефону, что твои братья приедут с ними расправиться. Ну, это стыд, позор. Дальше. Едем дальше. Про угрозы. Почему Степан начал угрожать моему зрителю? Человек скинул мне скрин, где 90% натрова у него не авторизованы. То есть подписываются тонны там людей, в два раза больше, чем у меня людей. А смотрят все не авторизованы, 20 авторизованных человек. Да? Он начал кидать угрозу моему зрителю. Я сказал, парни, и сразу вам всем скажу. Никогда не бойтесь таких людей. Они будут звонить, угрожать. Да, у них есть деньги. Да, у них есть какие-то связи. Они могут что-то где-то договориться. За деньги никогда не нужно их бояться, унижаться перед ними и еще что-то. Это такие люди. Ничего они вам не сделают. Если этот человек кому-то из моих зрителей будет угрожать, приедут его друзья, что-то там сделают, какие-то насильные действия, кидайте это мне. Ничего никто вам не сделает. Это человек трус. Полтора метра роста. То есть прятаться за кого-то, за отца, за каких-то друзей там больших, что кто-то кого-то порешает, это все стыдно, это позорно. И вот эти зрители, 50 человек, которые посмотрят, зайдите своему человеку, ради которого вы подписаны за отцовские деньги и спросите у него, пожалуйста, почему ты врешь и почему ты обманываешь свою аудиторию. И не нужно мне делать сейчас розыгрыш, чтобы расхайпить этот ролик, там набрал много просмотров или много лайков. Он и так наберет просмотров, лайков, с учетом накруток, розыгрыша, что-то и все равно наберет больше, Степан. Потому что это простота, это честность, то, что любят люди. Я раскрыл и показал людям всю твою сущность. И теперь отмазывайся, оправдывайся, угрожай мне какой-то личной расправой. Хочешь, приезжай сюда, я хоть и жирный, пузатый чел, но я тебя уложу на лопатки одной рукой. Одну сзади оставлю просто и уложу тебя на пол. Понимаешь? Потому что я нормальный человек, адекватный, в здравом уме, который никогда в жизни не буду кому-то угрожать какими-то расправами, агриться на что-то национальность, а потом сидеть и других людей в этом же упрекать. То есть, как там есть пословица? То есть, ты в чужом оке ищешь соринку, а в своем не видишь целый комок сена. С вами был Женя Вон. Приятного всем времяпровождения. Степана зрителям большущий респект. Пока.